Всем привет! В эфире «Спортивная среда». На этот раз наш выпуск мы начнем с рассказа о пожарно-спасательном спорте. Узнаем, кому и зачем им нужно заниматься. Заниматься пожарно-спасательным спортом лучше начиная с 10 лет. Тренировки проходят в Иванове на базе пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Занятия на учебной пожарной башне развивают силу, ловкость и выносливость, требуют упорного труда и, конечно, смелости. Не говоря уже о том, что любая физическая активность полезна для здоровья. По сути, штурм лестницы – это бег, переходящий из горизонтали в вертикаль. Такая подготовка – существенное подспорье для тех, кто собирается в будущем стать спасателем. Поначалу мне ничего не получалось, все приходит с опытом, конечно же. Я здесь уже почти два года, был уже на одних соревнованиях тем летом. Стремимся показать лучший результат. Девушки пожарно-спасательным спортом тоже занимаются. Начинать сложно и даже немного страшно из-за высоты, но это только сначала. Большинство – это в радость побегать, попрыгать, поскакать по лестницам. Поэтому тяжелая работа начинается, когда уже они становятся действительно спортсменами. Дарья Дмитриева приходит сюда не только, чтобы поддержать хорошую физическую форму, но и готовится стать военным врачом. Я хочу поступать в военный вуз и мне именно такая нагрузка для формы пригодится в будущем. Перед глазами у девочек пример успеха Ольги Прокофьевой. Она в числе первых в нашем регионе стала мастером пожарно-спасательного спорта. Начала заниматься еще до поступления, но пика своей спортивной карьеры достигла именно здесь. Меня как бы заметили, что есть такая спортсменка способная. Мы позвали в сборную, посмотрели, как я там тренируюсь, какие качества у меня есть, что я способна как бы на большее. И вот такими темпами я добровалась в сборную. Часто в чемпионате мира. Все условия для занятий есть. Этот зал после реконструкции стал соответствовать всем мировым стандартам. Причем занимаются ребята здесь бесплатно и набор в секцию еще идет. Интересно, что чемпион мира по пожарно-прикладному спорту Альберт Логинов начинал с таких же занятий. Вершиной упорных тренировок Альберта Константиновича можно считать чемпионат мира, состоявшийся в Турции в 2012 году. Когда в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа с результатом 12,56 секунды спортсмен устанавливает рекорд мира. Этот рекорд, кстати, до сих пор не побит. И у каждого, кто придет сюда, есть шанс показать себя и свои способности. Универсиады в Красноярске завершилось. В соревнованиях мирового уровня принял участие представитель Ивановской области Сергей Шалин. Он еще не вернулся из Сибири, но поделился с нами впечатлениями о соревнованиях по телефону. Кинишемец Сергей Шалин вышел на старт 10 марта в заключительный день соревнований по спортивному ориентированию. Программу спортсмены завершили гонкой с общего старта на средней дистанции. Призовые места среди лидеров соревнований распределились только на финишном отрезке. Представитель нашего региона занял 17 место. Пока Сергей в пути из Красноярска, впечатлениями об участии в универсиаде он поделился по телефону. По поводу моего выступления, конечно, я могу сказать, что недоволен, естественно, потому что я рассчитывал бороться здесь, ну, за как минимум стройку. Вот, но, думаю, так как меня поставили только на последнюю гонку, то есть, как бы, я бежал один старт из четырех, возможно. Вот, возможно, просто перегорел чуть-чуть. И как-то, не знаю, не получилось подойти именно на пике именно к этому дню, потому что, как бы, до этого было у нас несколько дней, чтобы, как бы, подготовиться. И, ну, не знаю, просто я смотрел на эту борьбу, как другие ребята из нашей команды тоже уже там завоевывают медали. И мне тоже хотелось каждый день. И просто, может быть, просто перегорел. В будущем Сергей Шалин планирует выступить на соревнованиях в Архангельске и на чемпионате России в Сургуте. На этом лыжный сезон будет завершен. Турнир на призы Ивановского областного фонда развития футбола. Кожаный мяч среди юношей 2007 года рождения подошел к концу. Узнаем, какая же команда стала лучшей по итогам турнира. Традиционный турнир прошел в нашем городе в 29-й раз. За победу в нем боролись 20 команд из 15 городов. Четыре дня подряд, с утра и до позднего вечера, один за другим шли матчи. В итоге участниками полуфиналов стали Ивановский текстильщик 1 и Вологодская команда Зюшор номер 3, а также Владимирская торпеда 1 и Ярославский шинник 1. Оба матча завершились в ничью. Исход решила серия пенальти. В итоге у текстильщика 1 четвертое место. Остальные места распределились следующим образом. Торпеда первое место, второе Волгда, тоже по пенальти они проиграли. И третье место шинники Ярославль. В полуфинале мы по пенальти проиграли команде из Волги, но немножечко не повезло. Мальчишки, может быть, перегорели, много было зрителей, так что немножко не хватило. Впереди юных футболистов ждет основной турнир «Детская футбольная лига». Ее проведут в июне. Состав участников утвердят в скором времени. Это все, о чем мы успели рассказать на этот раз. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин